Вилейское водохранилище – крупнейший искусственный водоем Беларуси и, пожалуй, самоизлюбленное место рыбаков. Ежедневно здесь можно увидеть сотни так называемых ловцов. А выходные эта цифра переваливает за тысячу. Однако не для каждого увлекательное занятие заканчивается благополучно. Тому пример недавний случай. Сейчас мы находимся на одном из излюбленных мест рыбаков на Вилейском водохранилище вблизи деревни Чижевича. Именно здесь, буквально пару дней назад, под лед провалился очередной любитель рыбалки. В ледяной воде 60-летний мужчина провел около 10 минут. Однако, к счастью для рыбака, спасатели прибыли вовремя. Рыбаки, находящиеся в палатке, то есть расстояние где-то метров 200-300, наверное, услышали крики о помощи, о том, что человек тонет. Нам позвонили в РЧС в районе 10 часов. Мы оперативно все оделись моментально, сразу же выдвинулись. Где-то в течение пару минут мы уже были на месте. Человек уже висел на льду, вообще никаких признаков не подавал в таком состоянии, был очень плохим. Сейчас в жизни мужчины ничего не угрожает. Однако, по словам спасателей, еще пять минут в ледяной воде, и безобидная рыбалка могла превратиться в трагедию. Одной из причин несчастного случая стала небезопасная толщина льда. В этом мы убедились прямо на месте. Здесь промоины уже дальше идут, и русла. А сейчас вообще намного опасно из-за того, что снежок выпал, не видно вообще где-то что. Слой можно нарезать льдом, а вот этот уже он крохкий, он уже с пузырьками, и он крохкий, который под ногами сразу же ломается. Вот это вот, ну, 4 сантиметра, 5. После мы решили пообщаться с самими рыбаками. Многие из них ежедневно выходят на лед. Некоторые даже устраивают себе палаточный отдых на несколько суток. А вот безопасность, кажется, отходит на задний план. Сами почитаете, сами посмотрите. А это вот товарищ с вами, да? А вот и товарищу на досуге. Вы же, наверное, на это на ночь остались. Тем более. А где ваш жилет спасательный? Как, жилет? Да. Жилет в машине. К подобным рейдам подключаются сотрудники РОЧУЭС и молодежь. Наблюдают за наиболее рыбными местами, а также раздают листовки с основными правилами поведения на льду. В зимний период мы напоминаем рыбакам о правилах поведения на льду, о спасательных предметах, которые нужно брать с собой, и раздаем листовки. Доводится информация о том, как выходить на лед, что делать в случаях, когда ты провалился, а также действия при нахождении на льду, что можно, что нельзя. По словам специалистов, почти 40% иллийских рыбаков сейчас надевают жилеты, а значит, ежедневная работа спасателей даёт свои плоды. Любители зимней рыбалки, наконец, начали ценить свою жизнь.